Это у Алексея Сискова в Аграде мой. Вот такой велосипед. А это у них бассейн. Так вы как, купаетесь тут в нем? Нырять можно. Ну-ка, покажи, как тут. У него огород. У-у-у, картошка цветет. Агроном. У него все тут как надо. И колодец качать. Родители, родители, меня-то зачем снимать? Ну че, память? Скупать все можно? Да, пожалуйста, и дайте. Пойдемте, классом напою. Хотите? Давай. Дать? Давай, дать. Ну, холодный, давайте, да. Ты возьми на авиаппарат. Давай, поснимай. Включим. Это мне неудобно говорить, я приближаюсь, исчезаю. Я поговорю. Глядь, какой у него весов. Велосипед. Сиденье кверху, говорит. Понимаешь? А там легко оно поднимается. Не, надо повыше, батюшка, сиденье. Да просто, ну, вот это отгибается, видно. Порчужок. Вот, и теперь поднимайте, ну, как, по-моему, вот так, наверное, да? И зажимайте его. Привет, кто-то сын. Это кто, Саша вышел? Нет, нет, так у нас здорово. А вот там, ну, что это, деду, пожалуйста. Подтолкните меня кто-нибудь, подтолкните, не может. Саша, добрый день. Еще внучок есть у меня последние четыре месяца. Нет, это трудно ее управлять. Так, давайте на асфальт выведем. На асфальт это легче. На асфальт это легче. Но Наталья не может тоже управлять. А вот Саша у нас ездит. Алексей Семенович, что с рукой-то у вас? Да слава богу, уже заживает. Где-то ударил? Обрезал. Болгарка обрезала. Палец сильно? Ух ты, у меня брат тоже обрезал. А это познакомьтесь и Анна из Франции. На крещение приехал. Это твоя будущее, да? Будущее. Сегодня были мы на миграционной службе в Мамонтово. Ну, на учет стали. Я хоть и сильно грязный? Да нет. На тракторе ремонтировал. Ну, понятно. Сельский житель он такой. Купил тракторенок себе. Такой. Самоделки. Делаю потихонечку. Дособирую. Пойду там поснимать. Давай. Она его загонит до конца. Он один месяц летит. Она сильная. Она того, что она загнала. Всем у дяды появилась уточка. Пока зашла сердце. У нас вчера ночью трех штук. Перед днем. А кто? Ну, кто я знаю. А то дедушка сидели. Плески вот такие. Ну, сегодня мы сюда сидим. Один уже в кормушке лежал. Мяу! Мяу! Это днем было. На холодном. На холодном. Не, Алексей, а на днем-то что? Кто его? Ну, никто не знает. А это что у тебя для дырка-то? Это у меня был бывший живой дом, когда родители живые были. Наталья. Ну, вы порежете? Канализация была. Да нет. Пушка не бегает. Мы предупредили, порежетесь на кормушке. А когда мы не бегаем, столбик поставим. Что они в столбик дров? Да что ж вы, Саш, уехали теперь что? Мамка с папкой оди. Почему? Там же еще один. Еще есть? Да, они же трои теперь. Многодетные родители. Там они сейчас еще плачут с тостанием. Нет, были они вот. День рождения же были. Виктор, выпьешь паску. Давай, здесь милиция не будет. Это половинку. Горога, тихо. Господи благословим. Деда! Не бегай, Наташа. Деда! Деда! Когда тихо? Спасибо, Христос. Я не буду. Я прошу, и по ней не будет. Поняла? Нет, не понял. Нет, почему? Так, ты меня поняла? Ты меня поняла? Все. Володя сделал. Вначале сделал, она укатом сюда, покатом. Она вся вода сюда, он все встал рано утром, разровнял. Песок уровнем, значит, выровнял. И вот сделал. Три куба воды ходит. Три двести идет примерно. Так, чтобы ничего острого этого не было. Пока ходила за бокалом, уже покачал, хочу. Ну, на тебе еще попить, что хочешь. Это моя жена, Наталья Семеновна. Я говорю, что я с вами беседовал. А почему не разрешаю? Я всегда всем разрешаю. Я хотел бы узнать, что ваше отношение к Христу подходит. Ну вот, такие у меня эти самые. Это главный вопрос нашей жизни. Это все останется за кадром. Тысячи у тебя было внуков, бассейнов. Это никакого значения не имеет. Отношение к Христу, вот главный вопрос. Понял ли ты его в свое сердце? Жил ли по-божьему? Желаю принять, стараюсь. Давай, давай, трогай. Евангелие, ты считаешь? Я душу ранее. Что-то пытаюсь, что первые шаги делают. Что-то пытаюсь. Алексей-то больше знает, он может объяснить. Это я должен даже сам. Вы с какого года? 59-го. 59-го? Да хвалят наши. А раз 52-го? 52-го. Марфа у нас 59-го. Мы сейчас стали спрашивать, Коля умер, Николай Курин умер. Я приезжал тогда. А Кондина жена жива? Нет. Умер на... Сколько умер? За 80. Уже было за 80. Уже было за 80. Рассказки. Вы укрой по оставлению грехов. Верующий в сына Божий... Сарас, сейчас говори уже не брать больше термометра. Правильностью своей человек не достигает потерь. Вся наша праведность как запачканная одежда. Человек убирал его христа. Бог обещает его спасти. Он за наш грех умер. Это надо внукам говорить. Вот сейчас, пока они маленькие. Позовите-ка сюда поближе. Подойдите сюда. Подойдите, мы малечко побеседуемся. Просто постойте рядом с бабушкой. Внуков тоже позови сюда, рядышком. Маленькую беседу. Подойдите сюда. Вот стульчик, возьмите маленький. Сядьте рядом сюда, маленечко побеседуем. Идите сюда. Пригласи сюда. У нас в детском лагере в колокол ударит только на всех порах. Все подбегут и каждый день молимся. С Счастливым Божем занимаемся. Мы у вас, может, никогда больше не будем. Написано, люди будут от моря до моря искать, послушать. Но никого нельзя будет послушать. А сегодня мы Евангелие везем. Сами свидетельствуем. А я не хочу. Позоверься, он тебя слушается, твой внук. Да это не мой. Мой вот он. А чей? Это соседи. А, соседи. А, соседи? А этот качается так? Должен соседи. Друзья. Вот Ромина. А этот ходит с пальцами. Вот с ними бываете утром во сколько они встают? По-разному. И в 8, и в 9, и в 7, и в 6, и в 10. У нас в лагере в одно время в 5 часов встают все. Мы молимся. Саш, Саш, ну-ка иди сюда. Иди сюда. И ко мне иди. Садись. Их душа не радуется. Слышать о Христе. И у ребенка, если душа не радуется, а замыкается, убегает куда-то. Это страшное состояние. Она еще не знает, что она умрет. Вы ей расскажите, что ты умрешь. Умрешь. Все мы умрем до одного. А там придется отвечать за нашу жизнь. Бог дал землю, небо, звезды, дыхание, сердце колотится в нас. Бог остановит дыхание. Ты умер, тебя зарыли, черви съели. А душу надо представить перед Богом. Ангелы понесут ее или черти, говорит, в ад потащат. Это зависит от нас. Для этого церковь есть, священство, которое учит, которое исповедует и причащает. Вы в церковь приезжайте. У нас в детском лагере ежедневно идут занятия божественные. Приезжают дети, совершенно ничего не знают. Один месяц пройдет, ребенок меняется. Потому что они слышат божественное. А Боги слышать – это радость. Вот птица летает, коршун убежит, ворона отгоняет от гнезда. Я уже понял. Для неверующих это ничего не значит. А для верующих это чудо. Это природа. Ты посадила картошинку одну, выкопаешь больше. Как это? Ты не знаешь. Он агроном, он этого не знает. Никто не знает. Ложится, говорит, семя бросил в землю. А как оно растет, никто не знает. Вот так семя божественное попадает в душу, и оно дает росток. Вот мы побыли, сказали, отвечала читать Евангелие. И видишь как раз о том, твоя душа желала Христа. У нас столько вопросов в жизни. Мы столько несправедливости терпим, сказать нельзя. Но на Бога возложи упование. Потеря, болезнь у тебя. На Бога возложи упование. Господи, я тебе доверяюсь. Устрой как тебе угодно. А я терпеливо буду переносить во имя Твое. Сегодня ругают, Путин виноват, виноват там Обама. А ты скажи, виноват я. А за Путина, за Обаму мы обязаны молиться. Писание говорит не ругать, а молиться. Чтобы Господь вразумил их, страх Божий дал им. Чтобы народ не уничтожался. Чтобы страна не разрушалась. Чтобы мудрые были депутаты, не коррупционеры. Смотрите, сколько работы. Ночью на молитву встань. Неверующие ничего не знают. Он поел, в туалет сходил, к холодильнику, к телевизору. Вот этой круговиной вся жизнь прошла. Ты же не такая была молодая. А такую бы тебя встретил, не взял бы замуж. Алисей, она же не такая была. Я взял бы ее. А такую? Такую бы взял. Ну это трудно сказать. Я бы такой же уже был. Я к тому говорю, что быстро все уходит. Быстро стареет. Красота уходит, исчезает. Миловидность обманчива. Но жена, боящаяся Господа, приятная ему. Боящаяся. То ради Бога. Я это делаю ради Бога. Сосед тебе сделал нехорошо. Ты прости его ради Христа. Сделай ему добро. В природе нет закона делать добро врагу. Нет этого. Это не природный закон. Это закон благодати Божией. Мы страдаем. Павел говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь за истину. Когда тебя будут мучить, пытать, отрекись. Прими начертание зверя. Это 666. Это будет. Оно рядом совсем где-то. Неверующая потянут свой ради внучка. А это все пойдет под нож. Это не будет ничего. Китай придет. Первым делом мужское население уничтожится. Люди не понимают, что мы... Вот интересно. Жириновский выступает. Он понимает. Он очень умный человек. Он самый умный депутат. Хотя там многое говорит не так. Напротив, 100 дивизий китайских. Одна российская. Одна. И та друг друга убивает. Дедовщина да все. Ты посмотри, у них какая дисциплина. Такой высокий уровень вооружения. Нам надо жить тихо, мирно. Мирно, тихо со всеми. И молиться за Китай, за всех. Господи, продли мир Израилю, Украине. Стравили родных братьев славян. Русские украинцы все равно были вместе. Киев, матерь всем городам. А сегодня, посмотрите, что делается. Почему? Без Бога. Своими силами хотят. Хвалятся вооружением. Патриарх едет там, Филарет просит Америку дать ему вооруженные силы против русских. Что это, нормально? Нормально, когда мы со слезами ко Христу преподаем. Говорим, Господи, прости, живи с нами. Радуемся с Тобой, Господи. Вот за эту радость, что рядом внучата Ваши. За все, что видите, благодарите Бога. Сердце надо наполнить благодарностью. И тогда Бог открывает небо для новых благодеяний. Вас, вручата, должны спрашивать о Боге, а вы им Евангелие считать. В день хотя бы один раз откройте Святую Библию и начните считать историю. Вы дойдете до благодати Божией. Ежедневно хотя бы главу Псалтыри, молитвенная книга такая в Библии. Читайте. Дети вот такие они пока здесь, пока с вами. Если они будут без Бога, они пойдут путем этого мира. Страшного и безобразного. Сколько их убивают, насилуют. Нельзя от этого избавить, только Бог избавляет. Бог. И ты на него зажив упование. Вы поехали куда? В передний угол. Перекреститесь. Папа или бабушка, благословите. Да сохранит Господь. Даже на дороге вот ехать. И вы знаете, сколько в корче. А то на железный переезд там заехали не так. То дерево упало. То газель разбилась со свадебным кортежем. Мы все смертные. Мы ходим каждый день рядом со смертью. Вот. Каждый день можем оборваться. И поэтому благодари Бога, что Бог дал жизнь. Многие раньше у вас умерли. Многие. Многие. А ты живешь. А для чего? Скажи. Для того, чтобы Бога найти и прославить. Прославить его жизнью своей, Евангелем. Другим рассказать о Боге. У вас в корченной обстановка нехорошая в духовном плане. Совсем. Более маленькие селения и есть церковь. Почему у вас церкви нету? Хотя бы небольшой храм открыли. В воскресенье люди бы стали собираться. Сейчас новый митрополит. Можем было к нему поехать. Там человек есть. Чтобы в каждом доме было Евангелем. Мы ходили по всей корченной, помните, раздавали. Мои книги находятся в вашей библиотеке, в школе. С Богом легко. Бога легко искать, Бога легко найти. Ты посмотри на небо, на звезды, галактику. Кто это сотворил? Дивный Бог. Ты посмотри на себя на пальчики. Кто это тебе дал? Ты носишь крестик. А на кресте на этом Христос распятый. Не просто крестик, амулет какой-то. А он напоминает, что за нас умер Спаситель. Нас Христос любит и зовет к Себе. Чтобы мы пришли к Нему, возлюбили Его. Господь говорит, пустите детей приходить ко Мне. Не препятствуйте им. Это вот все детство, что делает, это быстро-быстро пройдет. Мы встречаем иногда человека, года через три узнать не можем. У него было лет 15, вдруг настоящий стоит юноша, уже мужчина. А мы не видим, что это все шаги к смерти, к суду Божию. Писание говорит, всем нам надлежит умереть, а потом, потом суд, потом за гробом. Чтобы каждому получить соответственно тому, что делал в теле, делал доброе или худое. Если бы люди так делали, судьи были бы справедливыми. Начальство не было бы коррумпированным, не дарило бы деньги, не создавало бы то, что каждый год электричество новая цена. Этот грабеж народу прекратился бы. Люди не верят, Бог через это давит нас и давит. Нужно Богу довериться и за всех молиться. Где Христос? Встали утром. А скажи, дети, давай встали в 8, будем вставать в 7. Постепенно приучаем. У нас вот дети приезжают в лагерь, в 5 подъем. Гимнастика, молитва, идут за водой. Дети из таких семей бывают, что совсем чуть-чуть водяга маленькая. Месяц пробудут, что-то уже меняется. Мы дожили, что у нас ничего своего-то нету. Все купленное. Вот этот бассейн, где его готовили-то? В Китае. В Китае. Да что, русские разучились делать, РТИ перестало работать. Какая тут премудрость? Видишь, что можно, что нельзя, все показали делать. Интернет заставит поверить. В Америке языком на китайском. В Австралии вы китайский. Это вот вера заставляет. Веры-то нет, ничего ей не надо. Напился да и упал. Ну что, мы поедем. Спасибо, Христос, что приняли. Приглашаем к нам в гости. Только у нас в гости приезжают все, чтобы женщины были без брюх. В брюхах у нас сверху платье. Это мужская одежда. И перед Богом это мир. У нас будет крещение. Вот праздник там будет. Вы поставьте сюда еще больше брюхах. Никогда не быть вот так, в мужской одежде. Наталья, 12-го числа у нас будет крещение там. Много будет гостей. Праздник будет. На крещение. Ее по форме без сережек. Приехать не как положено. Вы порадуетесь. Люди у нас далеко, издалека приезжают. Ну ладно, поехали. Поехали. У нас вот гость какой, можно сказать. Пожалуйста. Дни назад встретили гостя, приехала к нам. Крещение принимать из Франции. Из Франции. Из Франции. Далекая, сказочная страна. Откуда приходили к нам и добрые вести, и печальные? Это не так. Гусята. А мы делали так, мать намочит. Ребята, пожуйтесь, гусята. Мы поживем. В рот возьмем горстья изо рта. Чуть-чуть выплюзешь там. Ребята, меньше, больше. Паша приходи к нам. Валерий Курас. За барановой мы ездили вот такую, наверное, было. Да. Помнишь? Ребята, чьи. А это черепаха? Это черепаха. А бабушка, это что? Да, в Золежке на даст в магазине. Мерзная, а бабушка. Раз szerка, видела. Это черепаха, бабушка. great Savka. Да. Мерзан наверное. Она мне приятная посantlyарает. Это Божье преимущество. Глянь, у нее есть свето, а как оно это? Она у вас в ограде бывает здесь. Глянь, бабушка не увознет. Ух ты. Мерзан, да? Мы шли-то на ёжика напоролись. Ну все, садись. Включаю? Да.